Юбилей всегда праздник, особенно если юбилей этот у знаменитой в округе соседки. Соседке пока немного, всего 5 лет, но за это время она стала местной достопримечательностью. Вот она, ее пусть и нечетко, но видно на картах гугл, а вот на памятных фотографиях. В 22 микрорайоне подмосковной Балашихи ее знает каждый ребенок и все местные псы. Вы знаете, просто все говорили яма, то есть как бы яма стала именем нарицательным, что это именно вот эта яма, яма она свердлого, это она вот. Водителей маршруток теперь так и просят, остановите у ямы. Местный активист и общественник Наталья Святославская рассказывает, насыщенной жизни ямы любой бы позавидовал. Ее обещали закопать четверо глав администрации, но яма выстояла, чем заслужила всеобщие почеты и уважения. Со временем у нее появилась своя страничка на фейсбуке, а сама яма стала частью городского фольклора. Действительно зафиксировали, как сюда упал ребенок, но слава богу никто не пострадал. Но тем не менее, существует легенда, что в яму падают, как бы люди исчезают там навсегда. Такая местная легенда. Да, местная легенда. На пятилетие ямы пригласили соседей и даже нового главу администрации, но в подъездах развесили объявления. Но тут случилось неожиданное. Приехали экскаваторы, заложили яму плитами и засыпали песком. Утром следующего дня, когда мы разослали все приглашения и написали об этом в интернете, я просыпаюсь, смотрю в окно, а яму закапывают, я не поверила. Одной ямой меньше, но у нее в округе нашлись подражатели. Все эти ямы остались в наследство от обанкротившегося застройщика СУ-155. На месте этой должна была вырасти детская поликлиника. Район попал в программу «Молодая семья». Но выросли уже несколько поколений лягушек и три династии комаров. Местные жители писали в управляющую компанию, городскую администрацию и даже президенту. А потом вспомнили соседскую мудрость – в тесноте да не в обиде. Уткам же тоже надо где-то плавать, а комарам по вечерам что-то есть. В принципе, жители предлагали вместо пруда сделать какой-нибудь пляж. Осталось добавить песка, поставить шезлонги, приходите на напитки, пожалуйста, можно отдыхать. Соседи первой знаменитой ямы даже расстроились. Без нее во дворе стало как-то пустынно и неуютно. Поэтому празднование юбилея решили не откладывать. За пять лет к ней не просто привыкли, а полюбили. И даже хотели обратиться в ЮНЕСКО, чтобы яму признали культурным наследием. Не успели – совсем чуть-чуть. А сколько тебе будет? Три. Будет три. Яма тебя старше. Наталья Святославская накануне общалась с главой администрации и теперь всех утешает. Глава пообещал достроить водопровод, который находится в этом месте. Это значит, вскоре вновь приедут экскаваторы и яму разроют. Все встанет на свои места. Сергей Дик, Игорь Дорошенко. Настоящее время.